Привет, мои сладкие привет, мои хорошие текретки! Сегодня с вами снова я, Тик, Геннадия. И не только! Сегодня я делаю совместное видео с блогером Лиза Трейс. Лиза снимает видео на такую же тематику, как и я. Мейл-арт и DIY, и всё, что связано с миром бумажных писем, переписок и канцелярией. Я думаю, вам придётся по душе её канал. Мне очень она нравится, и Лиза очень классная девочка. Сегодня мы делаем с ней совместное видео по созданию тематического письма. Я очень надеюсь, что наша идея окажется вам полезной. Если вы не знали, как создать какое-нибудь особенное письмо для вашего собеседника, то наши идеи вам помогут. Юршилл приготовил для вас вот такое вот письмо. Я даже не знаю, как назвать его тематику. Скорее всего, это Шеби Шик. Ну, я, по крайней мере, отталкивалась именно от этой тематики. Я сделала конверт из такой вот упаковочной бумаги. Ну, чтобы он сильно не заморачивался по дизайну конверта, просто задекорировала его такой жёлтой бумагой здесь, в клеточку бледную. Также крафт-бумага, окошко адресное в тон. Здесь потом наклею свой адрес. Здесь у нас бабочка такая декоративная. Здесь у нас цветы. Декоративный скотч серебряный, который подходит под цвет, и также используется в фолдере. Также салфетка декоративная. А сзади я не стала ничего делать. Решила оставить вот такой вот красивый букет. Само письмо я уже начала писать. Он такой вот со стариной бумаги. Задекорировала её остатками упаковочной бумаги. Также поставила штампы самые разные. Здесь вот цветы, тут листочек, а здесь у нас бабочка. Вот, так что письмо будет на такой бумаге. Мне кажется, очень подходит по стилю. Тоже такое всё со стариной, винтажной. Фолдеры решила я сделать с бабочками, потому что они сможет очень так по-винтажному. Также нашла у себя вот такую вот вырубку, которая подошла по тону. И здесь тоже розы, что перекликается с конвертом. Всё закрепила я салфеткой. И внутри у нас вот такие вот бабочки голубые. Без стороны я решила скрепить серебряным скотчем, который использовала на конверте. Здесь я сделала кармашек из другой скраб-бумаги. Здесь она как будто бы кружевная. Также сюда приклеила такие бабочки сиреневые с голубыми цветами, которые также использовала. Здесь не декоративные салфетки. Что, что я сделала по шаблону? Вот такой вот конверт. Тоже в таком стиле винтажном. Здесь у нас цветы. Я правда не знаю, что за цветы. Приклеила сюда бабочку. Такую вот красивую. Всё заклеила скотчем. Золотым тиснением. Бумажный скотч. Легко отклеивается. Наполнения здесь очень много. Тут очень-очень-очень много всего. Это прямо такой щедрый подарок. Потому что я делала это письмо для своего очень-очень близкого друга. Также я сделала вот такой вот тег. Он очень скромный, как мне кажется, но в то же время очень красивый и нежный. И здесь такая серебряная бумага, которая приклеивается со скотчем вот этим. Опять же такая бамбочка, кружевная салфетка. И с обратной стороны вот такой. Вот. И прикрепила к нему вот такую вот голубую шёлковую ленту. Также я сделала вот такую подборку из четырёх скотчей бумажных. И один из них такой вот, не знаю, как назвать его. Ну, в общем, он блестящий. Да. Здесь у нас лаванда, которая тоже по цвету подходит к самому фолдеру. Потому что здесь бабочки фиолетовые. И такие вот два бумажных скотча с золотым тиснением. Очень красивые. И также у нас вот такой вот здесь конвертик с чаем. Сейчас покажу. Тоже делала по шаблону его. Вот он. Очень такой красивый. Вот я его заклеила уже. Да, здесь бабочка на колею сидит. Я не смогу вам открыть. Но там лежит Greenfield Earl Grey. Вот. Так что такая вот красота. Что вот такое вот фолдер у нас получился? Такое вот письмо. В стиле Шибишик. Если можно сказать. Надеюсь, вам понравилась эта идея. Вы можете посмотреть далее, как я создавала это письмо. Также не забывайте переходить на канал Лизы. Ссылки я оставлю внизу. И приятного просмотра. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 ДimaTorzok. 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 ДimaTorzok.